Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дядечка один сказал, что наша национальная идея в том, чтобы сохранить традициональный уклад, традиционалистский уклад и развитие. Мы один из последних оплотов традиционализма на планете и это хорошо. Вот есть типа либеральные там западные страны и есть мы как традициональные. А вы как считаете, какая у вашей страны национальная идея? Национальная идея? Вы знаете, мы сейчас не задумываемся над этим. Мы больше думаем над тем, как бы сделать так, чтобы вас не было на нашей земле. Россиян. А потом уже все остальное. Краткосрочное планирование, оно же не очень эффективное. А вы знаете, вы жили когда-нибудь в условиях войны? Можно сказать, жил. Можно сказать, это как? А я не хочу об этом распространяться. Вы свой тезис просто озвучите. Почему вы не хотите об этом? У меня богатая фантазия, я могу представить, как жить в условиях войны. Давайте так. Я вас уверяю, молодой человек, вы вообще... Если вы не находились в условиях войны, вы вообще не можете себе представить, что такое находиться в условиях войны. А почему вы выбрали обращение молодой человек? Ну, хорошо, как вам мужчина обращается? Можно на вы просто. Ну, так, молодой человек, вы видите в этом что-то оскорбительное? Нет, просто любопытно, я же и поинтересовался. Ну, просто интересно, что вас сподвигло именно так сказать. Ну, так вы же молодо выглядите, правильно? А, тогда спасибо. Тогда продолжайте, не останавливайтесь. Тогда не за что. Вы живете в условиях войны сейчас? Краткосрочное, да. А самое лучшее, что вы можете делать в условиях войны, это выходить в чат-рулетку и болтать здесь обо всяком? Смотрите, то, что я выхожу в чат-рулетку, это мне никто не запрещает. Я имею на это право полное. Ну, то есть условия войны не накладывают ограничений каких-то на это? А как они могут на это накладывать? Вы знаете, та война, которую я видел, ну, наблюдал очень близко, скажем так. При ней люди боялись выходить из дома. Человек выходил с чашкой кофе, вот, ну, мой родственник, выходил на балкон просто в своей квартире, и пули ему разбивало кружку, и после этого больше никто на балкон не выходил. Вот это условия войны, на мой взгляд. Я же у вас интересуюсь, какую войну вы видели. Где вы, какая разница? Но где вы, может, ну, какая мне, не могу, не хочу. Почему вы, не хотите? Ну, просто не хочу, нет у меня такой потребности внутренних. Значит, у меня есть сомнения в том, что вы... Ну, пожалуйста, сомневайтесь. Ну, мы же говорим о ваших условиях войны. Вот у вас такие условия войны, что вы сидите все в чат рулетки, болтаете во льгот. Ну, у вас свет, интернет, вода, все классно. Где условия войны? В чем они проявляются? Я не понимаю. Как, по-вашему, мы должны себя вести? Не должны. Я радуюсь. Вы поймите меня правильно. Я радуюсь, что люди могут сидеть, спокойно жить, ну, как бы продолжать заниматься своими делами. Я радуюсь. Хорошо, а скажите, пожалуйста, если, ну, там, чуть ли не каждую ночь совершаются ракетные удары по всей территории страны, это можно считать, что... На вашей жизни это как сказывается? На моей жизни это как сказывается? Да, лично на вашей. Ну, как это лично на моей жизни? Ну, вот как. Постоянно в моей жизни присутствует такое понятие, как воздушная тревога. Как это сказывается на вашей жизни? Это сказывается на моем эмоциональном состоянии. Вы расстраиваете? Это сказывается на... Ну, конечно, расстраиваюсь. Так уезжайте тогда оттуда. Так, а я не хочу отсюда уезжать, это моя земля. Тогда вы сделали свой выбор, и, значит, вы готовы, как бы, перетерпеть это. Ну, кроме эмоционального состояния, у вас, я так понимаю, никаких проблем нет. Нет, почему? Ну, потерпите, там, сколько, год-два, и все будет нормально. Ну, что будет нормально? Ну, будет все нормально, будет какой-то установлен политический режим, при котором у вас эмоциональное состояние страдать не будет. Что будет нормально? Что будет нормально? Я еще раз говорю, у вас установится какой-то государственный режим, при котором ваше эмоциональное состояние страдать не будет. Так а кто вам, россиян, вообще сказал, что вы должны тут какой-то другой режим устанавливать? А кто он сказал, что это я решаю или не я решаю? Вообще, какая разница? Так, смотри, это ж вы мне говорите. Я ж о вас говорю. Да, но так это вы мне говорите. Для вас главное восстановить эмоциональное состояние? Для меня главное то, чтобы, я же сказал еще в начале разговора, это то, чтобы российские войска покинули вообще территорию Украины. Ну, мы дальше размотали эту историю в такую цепочку. Российские войска сейчас становятся причиной ваших воздушных тревог. Это влияет на ваше эмоциональное состояние. Других проблем вы не озвучили. Ну, не суть. Я говорю, они становятся причиной. Они становятся причиной... Перегноем становятся российские войска. Зачем вы это говорите сейчас? Ну, так я что-то неправильно сказал? Нет, зачем вы это сказали? Правильно, неправильно, это неважно. Зачем? Ну, потому что я так считаю. Зачем вы это сказали? Именно такими словами. Для чего? Какими словами? Вы здесь увидели что-то обидное? Нет, просто спрашиваю, почему вы выбрали именно эти слова? Смотрите, вы мне сказали, российские войска становятся причиной воздушных тревог. Я вам сказал о том, что воздушные тревоги возникают не из-за российских войск, а из-за российских ракет. А российские... Переключился. Очень жаль. Я думаю, что он выбирает эти слова для того, чтобы уязвить как-то, ну, победить в споре и так далее. Вот. Ну, типа, баталия у него, пикировка такая. Ну, понятно, что людям нужен дофамин, нужны победы. Всем нам это нужно. Мы все этим занимаемся в той или иной мере, в тех или иных ситуациях. Но вот одно дело, когда ты сидишь и на этом деньги зарабатываешь, например, ну, или вообще какую-то миссию выполняешь, и там, не знаю, просто давишь пропагандой, например, своих собеседей. Я вот понимаю, для чего эти деды там сидят. Они зарабатывают деньги и продавливают пропаганду. Окей. Но если ты просто вышел поговорить, а парень, ну, я не знаю, вроде пишете, что он стример, но говорит он достаточно человечно. Вот. И вот при этом все равно проскальзывает вот эта пропагандистская вот... Ну, в кит. Зачем? Ну, типа, отрефлексируй это, прислушайся к себе, проследи первопричины, откуда у тебя возникла потребность сказать вот эту гадость. Просто рандомному человеку. Я ж могу быть вообще не россиянином, не русским, и я украинцем могу быть, его соседом, блин, в конце концов. Ну, или я могу быть сомневающимся, которого можно сказать... Нет, надо вот это ради быстрого какого-то профита эмоционального он наносит ущерб нашим взаимоотношениям, подрывает их и перекрывает возможность для дальнейшего диалога, для убеждения меня в каких-то своих тезисах. Считаю, это плохая тактика.